Никакого принуждения. На лицах детей неподдельная радость. В 53-й школе старшие помогают младшим. Вместе ходят в столовую, готовятся к праздникам и к взрослой жизни. Школа, школа, учителю доски и твоей любовью были согреты. Все это внеурочной деятельности выполняют ее вожатые, ученики 5-11 классов. Те, кто помладше, их подопечные. Сегодня Министерство просвещения советует создать такой симбиоз в каждой школе. Рекомендации рассылают по всей стране. Вопрос о том, чему учатся дети в рамках этой деятельности. Прежде всего, это общение в разновозрастных группах. Это прежде всего. Второе, конечно, у них во время этого проекта повышается самооценка. Это умение выстраивать детско-взрослые отношения. В теории такой подход избавит школу от буллинга. Более того, в школьных стенах детям станет комфортнее. Правда, психологи уверяют, что здесь нужно быть предельно аккуратными. Такая безопасная, хорошая развивающая среда будет. Если же все-таки это тонкая грань, если не обучать, опять же, старшеклассников, у кого какие-то мысли, как они это видят, мы же не знаем, как это будет происходить. Соответственно, здесь немножко какой-то риск, не будет ли любимчиков, не будет ли отношения такое, что ты не прав, а ты прав. Словственное желание или это обязанность вообще? Нет, нам и самим нравится работать с детьми. Ну, знаете, когда вот они смотрят на вас глазами такими, хотят больше информации впитать в себя. И радостные улыбки от того, что пришли именно мы к ним, намного старше люди, не учителя. Мы их, может, больше понимаем в каких-то вопросах. Они мне нравятся, они очень хорошие и добрые. Не обижают? Нет. Я хочу научиться правильно соблюдать, как нужно правильно проходить пешеходный переход. Хочешь сам в будущем так же парировать младшие классы? Да. Почему? Потому что, чтобы никто не сбился, чтобы никого не сбили. Но так или иначе, в 53-й школе все под контролем педагогов. Правда, учителя уверяют, что они исключительно наблюдают, при необходимости помогают и направляют, но ни в коем случае не назидают. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком.